Отглагольные существительные Отражение, возвращение и так далее. В иврите тоже есть отглагольные существительные, и обычно они образуются по специальным формулам от четырёх активных биньянов. Как вы знаете, четыре активные биньяны в иврите – это пааль, пель, ефин и гитпаэль. Вот посмотрим, как образуются глаголы отглагольные существительные от глаголов этих биньянов. Итак, возьмём первый биньян, самый простой, биньян каль, биньян пааль. У него отглагольные существительные образуются по формуле шва и а. Что это значит? Это такие как шмира или бхира или книса, квиса, хотя здесь формула та, но немножко не тот биньян. Вот, а также мэхира, еция, несия – там это те слова, в которых шва произносится как короткое э. И об этом я рассказывала в своём уроке о правиле минерал. Если же третья буква корня, слабая – гэй, то формула будет следующая – ют, гэй на конце. Это такие слова, как бния, кния, пния, рэйя и так далее. Перейдём к биньяну пиэль. Формула биньяна пиэль от глагольных существительных биньяна пиэль также простая и вам хорошо известно. Это и, у, дебур, сепур, бешуль – всё просто. Если же последняя буква корня, слабая – гэй, то она приобретает следующее звучание. Это зикуй, белуй, пинуй и так далее. Для глаголов, от глагольных существительных биньяна и фиэль существует несколько формул. Это, прежде всего, формула такая ААА – это азмана, овсака и т.д. Также существует старинная формула, арамейская формула. Это эфсэд, эргель, эмшэх. Если же, опять-таки, последняя буква корня, слабая – гэй, то это будет афная, афлоя. Если же одной буквы в корне не хватает, то просто убирается буква со шва и получаются такие от глагольные существительные, как авана, ахана. И, наконец, последняя формула от глагольного существительного биньяна – гид паэль. Это длинная формула, она начинается на гид и кончается на ут. Это издамнут, иткадмут, истадрут. Вот такая формула. И прошу не путать, это формула процесса движения, ведь от глагольного существительного – это у нас движение, не путать с абстрактными существителями, в которых нет в начале гид. Я приведу вам пример. Например, какова разница между багрут и гид-багрут? Гид-багрут – это от глагольного существительного, которое обозначает движение, процесс, некий процесс, и это взросление. Взросление, видите, на русский язык переводится как «ни-е». А без гид просто багрут, вот это ут, это окончание ут, переводится на русский язык как «ость», и тогда это зрелость, и это уже абстрактное существительное. Вот, я думаю, примерно все, что я могу вам сказать об от глагольных существительных. И тем самым, я думаю, что вы сможете в своей речи их употреблять и тем самым обогатить свой иврит. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.